Первое, у меня в секретариат, в регламенте, на который вы ссылаетесь, чутко написано за 5 минут, должны уведомлять о сессии, о проведении. Это не очередная сессия. Нет, вчера пришла, только вчера, и целый день приходила. Почему-то с утра и вечера. Ну, бог с ним. Я просто хочу, чтобы это поправили. Это не поправили, это не очередная сессия. Вы прочитайте, пожалуйста. Я говорю, меня уведомлять надо или нет? Конечно, надо. Повестку на октябрь месяц сбросили. 1 октября вы проводили здесь слушание. Почему не уведомили депутата? Я хочу прийти, хочу не прийти. У меня нет его в плане. В плане нет. Каким я образом должен? Я очень хотела, чтобы вы пришли. Каким образом я должен знать о вас? Я очень хотела, чтобы вы пришли. Но это сейчас не вопрос нашей жизни. В следующий раз я буду рада ответить на... Что касательно комиссии. Значит, 4 человека написали заявление в земельную комиссию, о которой сейчас ведется речь. О комиссии. Значит, я заявление указал. Прошу рассмотреть кандидатуру на председателя. Вы не дали. В госсовете даже оппозиции дали председателей. Ваше право регламенту назначать председателю. Вы не дали. Но вы и убрали, кто вам это право решил. Люди что, переписали заявление, что они на другую комиссию пойдут? Еще раз. 4 заявления от оппозиции было написано в земельный комитет. Еще раз. Ерманов тоже написал на председателю. Я вас прошу, вы не на базаре. Говорит один, я вас выслушала. Теперь слушайте меня. Я говорю один. И еще раз. Вы говорили там не обидно. Порядок организации работы определяется решением городского совета и предложение председателя. Вот сейчас это все будет при голосовании и председателе. Если вы поставите на голосование и кто-то проголосует против, пожалуйста, мы все переменим. А то по этике в регламенте написано «справедливость». В общем-то я ее не вижу. Еще какие-то вопросы. На голосование. Нет, нет. Можно данное... Нет, еще кореневы. Я выйду вперед. Уважаемые депутаты. Я купинцева, Валерий Валентин. Достаточно себя уважаю. И каждого уважаю из вас. Однозначно. Потому что все практически знают. И все практически знают меня. Я не буду ничего аргументировать. Я задам только тоже один вопрос. Почему так случилось? Что комиссию все вызовляют только представители одной партии. А мы что? Вот тут четыре партии депутатов второго сорта. Или у нас не те крича не избрали. Или у нас равные права. Или прав тот, у кого больше прав. Вот все мы лично себе. Вот задайте этот вопрос. Я его себе задаю. Я искала ответ на этот вопрос. Я его не нашла. Поэтому сейчас не хочу ничего аргументировать. Не хочу ничего комментировать. Скажу одно. Мы безусловно должны помочь Марии Викентиновне. Она сегодня у нас глава муниципального образования. Безусловно. Мы все безусловно каждый день должны помнить о том и почаще вспоминать, что мы обещали избирателям накануне выборов. Мария Викентиновна, я бы попросила, чтобы дали возможность Давайте после сессии мы с вами останемся все вместе. Поэтому за сочинение права нужно работать всем и думать только о ней еще могу высказать. Я хочу, чтобы меня услышали. Мы вас услышали, пожалуйста, честно. Все замечательно. Но если мы так будем обсудить все вопросы... Мы после сессии все останемся и мы слушаем вас. Но я считаю, что опытный человек, Галина Розиковна, она имеет право на председательство... Мы хотим покинуть зал. Пожалуйста. Я вас еще не держу. Вы перестаньте хамить депутатов. Вы старше среди равных. Вы старше среди равных. А я вам не хамила. Что-то вы хамила. Это вы из разных педагогов. Вы не даете сказать депутатам. Я скажу свою точку времени. Я за сессию не даю. Если вы предлагаете принять решение по данному вопросу в целом, то за данное предложение прошу голосовать. Черная комиссия, почитайте. Кто против? Кто воздержался? Решение принято.